Люблю просторы Муромской земли. Сегодня в центре досуга и творчества Панфиловский и красоту родного края славили поэты. На шестом литературно-музыкальном фестивале побывала Елена Петрова. Атмосфера творческого единения на сцене и в зале те, кто изящным словом и музыкой от всей души славит красоту родной земли. Жить в деревне очень хорошо и вообще в нашей России жить очень хорошо. Если еще когда поля огромные засеяны рожью, пшеницей и когда едешь, любуешься этой красотой и душа действительно поет. Вот тогда, наверное, в это время и рождаются стихи о России, стихи о родине, о нашем просторе бесконечном. И, конечно же, жизнь без деревни, без русских полей, без нашей природы просто невозможна. А без песни тем более мы не можем жить. Литературно-музыкальные фестивали проходят в Муромском районе уже более пяти лет. На них зрители узнают больше о творчестве своих талантливых земляков. Все это идет у них от сердца. Часто даже мы не знали, что эти люди пишут стихи. Для нас было открытием, например, на прошлом фестивале. Мы пригласили Герасимову Марию из Бориса Глеба. Никто никогда, нигде не слышал ее стихов. Она очень стеснялась. Но приехала все-таки на этот фестиваль. Ей понравилось. И сегодня мы снова ее ждем. Ода полевому цветку. Юрий Солонин возродил и возглавил литературную группу поэтов Муромского района. Полевые цветы, полевые, украшение живое России. Вдоль кустов, у дорог, у окраин вы цветете на каждом шагу. Я за то уж судьбе благодарен, что я свидеться с вами могу. В числе неизменных участников фестиваля семья Поимцевых. Сегодня литературные наработки известного поэта, проживающего в селе Борисова, представляла его супруга. Вместе они уже более 50 лет. О Константине. Вот сейчас в настоящее время будет выпускать книгу о Константине Федоре Михаиле. Еще книга не выпущена. Поэма в стихотворной форме тоже. О Петре Февронии написал. О Ильяне Лазаревской написал. Много стихов написал. Очень любит описывать природу. Потому что он любит свой родной край. Стройные, как девушки березы, лес в тумане зеленой дымки, лист, дерево, поцелованное осенью. Все прекрасное, неприхотливо и находится рядом, считают поэты. Научить современную молодежь любить и ценить красоту – одна из главных задач литераторов. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости, Муром. Субтитры создавал DimaTorzok